ну чё всех приветствую с чего начнем значит будет наверное скорее всего устный такой разговор да и так далее не знаю с чего даже начать короче начнем самого главного да наткнулся на такой видеоролик там где один на горожей да что-то там короче готовится к бою да и этот ну короче послушайте что ребят подготовка к бою с львом против набирает обороты продолжается полным ходом покажу пару кадров из тренировочного процесса и так первый шаг наносим специальную маску для того чтобы защищать лицо от ударов и для того чтобы даже после разных там панчи она оставалась все равно симпатичным это самое важное все равно в нашей медильной профессии ну вы же понимаете то есть такой бред да то невероятный бред иди воюй таким на горожим лицом неприметным я могу просто выйти за дверь и люди с европейской национальности да там и таких на 100 увижу по миру может быть 1000 даже да если куда-нибудь выйду в какую-то страну там и так далее по миру иди воюй вообще как ты можешь такое вообще себе позволять такое говори да ты с этими людьми вот сейчас которые на фото вообще там даже писюна их не стоишь не то что да там тело либо ли либо тем более лицо да ты ты не стоишь и вообще так что иди воюй идею не знаю кислотой может даже облить себе лицо лучше и не хуже ничего не станет да то есть невероятный бред конечно чтобы на гроже человек до позволял себе такие высказывания или либо человек с неприметным лицом да что собственно одно и то же я в шоке ребят как как такое вообще либо отрасти волосы да там длинные ты вообще будешь этот баба да с длинными волосами то есть парень будет с длинными волосами как это многоружие себя позволяет вообще такое говорить иди воюй иди воюй ничего страшного не будет там иди погибай умирай да то есть я не вижу для мира не хуже не лучше не будет если ты там умрешь да так что не надо себя жалеть вообще на гроже не должны себя жалеть мы тем более так говорить вообще беспредел я в шоке ребят значит по поводу просмотров данной ютубе конечно мне на других просмотров худо-бедно но смотрят на ютубе что-то вообще там затормозились просмотрен но это о чем говорит да там раньше получать смотрели комментировали неважно хорошее плохое да но получается здесь в чем подвода в чем суть то есть потому что я повлиял на людей да они не смотрят то есть конечно смотрят но не в таком количестве да там значит я просто повлиял на людей значит моя теория работает хотя и никого не обзывал там ничего не делал да я по факту говорю много лица какая разница кто-то думает что много рожей это чересчур губы но на голицы ладно либо человек с неприметным лицом могу чуть помягче да но все равно я никого не обзывал да я говорил чисто по факту значит я повлиял на людей и это замечательно это все прекрасно вот кстати по поводу тоже неоднократно слышал типа вот учись на чужих ошибках да по сути это неправильно да неправильно фраза да не фиктивная то есть потому что пока человек сам не сделает ошибку да он не поймет эту ошибку да в полной мере что эта ошибка да какие последствия и что она вообще себя представляет ну в полной мере да не поймет так что тоже не согласен с этой мыслью да фразой такой крылатой учись на чужих ошибках сами на по себе знаете что вы тоже не учитесь на чужих ошибках да а когда сделаете ошибку вы понимаете да в полной мере ну вы знаете да типа вот кто-то ошибся в жизни опять же жизнь нельзя прожить там идеально да по-любому ты будешь ошибаться в чем-то да и этот то есть чтобы это понять да человек должен сам ошибиться в полной мере понять в чем вообще разобраться в этой ошибке что он сделал неправильно и так далее сделать выводы вот что дальше значит по поводу того да это ходячая забытая земля от которой про нагрожил говорил то есть ну не знаю на месте него я не знаю это просто реально страшная ситуация да если если со взгляда либо красивого человека либо человека с ведущейся талантом да ну который в истории остаются да не понятно единицы в истории остается да то есть с их взгляда если смотреть да такие как иисус там и так далее то есть мухаммед не только пророки да там майкл джексон брус ли и марилл монро те которые там а менделеев до внесли что-то полезное в этот мир да то есть мировые такие да имена с да свои со своим разумеется невероятным талантом но если с их позиции смотреть на такие да вот на таких людей да на большинство людей на планете то я не знаю страшней ситуации нет у тебя дети многолицы еще и ты многолицы еще и ходячая забытая земля то бишь без да ты не ну как разумеется без какого-то да невероятного таланта то есть я думаю страшней ситуации нет жизни просто нет ну если всех на с их глазами смотреть да на людей на большинство людей на 99 процентов людей может так сказать на 98 процентов людей это страшнее нет ну не знаю люди живут как-то я с понятия конечно и не смог на их месте кстати вот поступил вопрос разделяешь ли ты суициды я что это тоже дело каждого какие да там личное дело там людей ну там какой-то реориентации да там неправильные не тоже неправильно не традиционной да то есть это все личное дело я карту я не думаю что за это человек наложил на себя руки да не думаю что это как-то карается да там и так далее то есть это его выбор это личное его дело то же самое и ориентации это личное дело каждого и так далее конечно в пределах разумного до пределах культуры дальше потому что опять же говорю да надевайте себе там значок да этот флаг лгбт что было видно да то есть понятно а то здесь тоже работал один как полгода примерно уволился да тоже не поймешь тоже гадаешь такой не такой и так далее за так на значок одел и все все понятно так но тот конечно сбесил меня много рожит дитя свиньи вообще такое позволять нельзя так высказываться иди воюй погибнешь еще для мира это через изменится что ли что ты живешь что ты погибнешь то есть ничего не изменится для мира да не поменяется по поводу я считаю тоже вот всякие случаи жизни бывают живые примеры да и так далее то есть я считаю что ребенок родился или дети не важно то есть у тебя дети что он должен сам до выбирать путь сам должен жить как-то до своей жизни и так далее да ты можешь там воспитать его до 18 лет или до скольки что такое хорошо что такое плохо да его воспитать нормально по-человечески потому что мы люди да но и дальше он должен двигаться сам то есть ну сам выбирать свой путь да все равно контролировать его всю жизнь не получится тебе по-любому придется умирать да потому что у тебя будет либо дети будет тебя моложе в любом случае тебе по любому придется умирать ты не сможешь контролировать их там всю жизнь так что это неправильно думать что да там вот этот человек в твоих владениях нет это не подданный это не раб да твой то по сути другой человек да ну да можно на тебя плюс-минус быть похожим так далее на этом сходство все заканчиваются заканчивается да даже люди до легендальных людей они все равно талантом не блещет да такой плюс-минус талант обычный так что там не передается да такое гениты генетически да там это в одаренный талант невероятный так что по сути это другой человек так можешь плюс-минус на тему быть похожим да самое главное то что я хочу донести да все равно контролировать его всю жизнь не получится да так что это все я считаю неправильно не только я считаю да но люди которые разбираться в этом и тоже про это говорят сам должен жить сам должен выбирать свой путь что хорошо что ему что ему хорошо что ему плохо да должен сам это выбирать это все так то есть управлять да даже жизнь да там неважно все равно это другой человек хоть и твой сын либо дочка да все равно управлять не надо у него своя голову на плечах да они две головы да там и твоя еще там рядом да то есть все равно то другой человек опять же все тоже вот бывает сталкиваюсь с случаем да недавно был быть отчет вот сколько ты насколько мне лет типа и так далее то есть неважно то ли это женщина была то ли ну человек с женского пола то ли с мужского пола то есть ака сколько мне лет сколько даже типа то есть я нагорожен вообще но многолицем да давайте прямо когда человек красиво это важно даст насколько он выглядит то есть по годам опережает ли он свои года либо нет то есть насколько выглядит это важно ему опять же таких единиц да когда вот как вот тот нагорожен да многолицей либо человек с темплеметным лицом пофигу абсолютно неважно ты там выглядишь больше своих лет либо меньше я считаю для вас вообще не не должно быть это принципиально абсолютно ничего там не поменяется и не изменится и не улучшится да от этого по крайней мере в обществе ну хоть красивый человек он как-то в обществе да как-то на него смотрят влияет это все да а вам чё серая масса многолицей либо с 10 неприметными лицами вообще мало накачаться да опять же просто накачаться да там посмотрите да там на многих то есть атлетов до качков как они сложно да там как попало то есть да у них есть массы и так далее но это масса ну если брать да вот арнольда у него хоть какая-то эстетика есть давно эстетично да не сказать что вот у него мышцы все какие-то некрасивые в принципе довольно таки красивое тело да и можно сказать что эстетичное тело да а то бывает бодибилдеры вроде и масса больше не важно да либо такая же как у арнольда на пике было да такая же масса но выглядит они по-разному то есть уродская до строение мышц то есть мышцы сами некрасивые туда можно накачаться как арнольд но у тебя если будут уродские мышцы до строения то есть это будет очень плохо выглядит я тебе такое тело не хочу то есть ну неважно если в категории да марнольда брать если поменьше брать менс физик и так далее да только то есть куда мы стремимся до натуралы тоже да там не все так хорошо при прессу всех кривой да там не все вот эти даю кубики они то есть но не кривые все короче это уже да не эстетично потом сами мышцы тоже бывает ну и про лицо вообще молчу да то есть много лица либо с неприметными лицами да там и так далее то есть такие вот дела короче мало да накачаться главное чтобы мышцы были красивыми да так что я стремлюсь к этому не просто да там накачаться так что он в разницу сказал да ладно все короче даже наверно без монтаж все таки придется делать то многорожего то надо пустить то по кругу на в этом по кругу да и в видеоредакторе надо его пустить по кругу на фронт ладно все всем пока